В стране идет активная работа по цифровизации, в которой участвуют не только города и регионы, но и все ведомства. К примеру, до начала следующего года в столице Чуйской области будет проводиться пилотный проект по госрегистрации юридических лиц в электронной форме посредством сети интернет. Это значит, что внесение в госреестр вновь созданных или преобразованных организаций можно осуществить гораздо проще, избегая бумажной рутины. При этом при наличии электронной подписи или паспорта образца 2017 года это возможно сделать, не выходя из дома. Тему продолжит Алина Хайдаршина. 2019 год по указу президента объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. И Министерство юстиции наряду с другими ведомствами ведет работу по переводу некоторых госуслуг в электронный формат. А именно теперь регистрация юридических лиц будет осуществляться в электронном формате, параллельно обычной регистрации. Таким образом, через систему онлайн регистрации гражданин может зайти в систему, авторизоваться и подать заявку в органы юстиции. Такое новшество позволит автоматизировать и упростить весь процесс, устранит коррупционные риски, а также автоматизировать систему обработки данных. Само собой эта система будет осуществляться через систему Тюндук, СМФ Тюндук, что позволит получение данных о гражданах, о субъектах через электронную систему других госорганов. К примеру, для подачи заявки гражданину достаточно в системе указать свой ПИН и автоматически информация про него будет приходить из базы данных ГРС. То есть его паспортные данные, его фамилии, имущества и все данные, которые необходимы для регистрации, будут приходить, поступать в автоматическом режиме из системы госрегистрационной службы. Такой способ регистрации облегчит работу как заявителю, так и сотруднику Минюста. Система будет автоматически выявлять ошибки при заполнении заявки, а сотрудник подразделения не будет распределять документы вручную. Также вторым этапом проекта планируется ввести онлайн-ликвидацию юридического лица. Мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить пока первичную регистрацию в онлайн-режиме. По дорожной карте, по переводу, по цифровизации электронных услуг на 2020 год у нас заложено также мероприятие по внедрению как регистрации, как перерегистрации, как и ликвидации. Поэтому вторым этапом мы будем переходить на онлайн-регистрацию, в том числе и ликвидации. Цель электронной регистрации – создание благоприятных условий работы для малого и среднего бизнеса, чтобы облегчить ведение собственного дела. К слову, это не единственный проект, который направлен на развитие отрасли. Сюда можно отнести электронный патент, электронную сдачу отчетности и тому подобное. Система электронной регистрации юридических лиц была разработана подведомственным предприятием «Инфосистема». Отметим, что онлайн-регистрация возможна даже дома, но для этого нужно устройство, считывающее электронные паспорта. На сегодняшний день на рынке у нас имеются электронные подписи в виде так называемых рутокенов, которые широко используются с субъектами предпринимательства для сдачи отчетности в социальный фонд и в налоговую службу. А также электронные подписи имеются уже по умолчанию в новых биометрических паспортов, ранее выданных государственной регистрационной службой. На сегодняшний день более миллиона наших граждан имеют подобные паспорта. И чтобы считать эти паспорта, необходимо соответствующее устройство в виде ридера. Но пользование этим ридером не составит труда, так как оно направлено в первую очередь на обычное население. На сегодняшний день проект проходит последние приготовления перед введением в пилотный режим. Важно отметить, что основным плюсом проекта является избежание коррупционных рисков, так как непосредственный контакт с чиновниками и бюрократия сводится к нулю. В пилотном режиме онлайн-регистрация будет вестись в Бишкеке и в Чуйской области до 1 января 2020 года. Работа над проектом стартовала еще в 2016 году, и сейчас электронная регистрация преодолевает финишную прямую. Затем проект планируют вести по всей республике.